Баскетболисты Сегодняшнее сообщение, которое стало темой нашей беседы, оно достаточно скудное, что по мнению Михаила Прохорова, и в общем-то это сообщается уже как факт, что Ассоциация физического баскетбола договорилась с Министерством образования, что баскетболисты, которые попадают на так называемый драфт АСБ, получают один дополнительный балл к своему результату ЕГЭ. Я, честно говоря, не очень себе представляю, один балл это один процент от максимального результата, да, ведь он в стобальной системе оценивается или как? Я сейчас пытаюсь задаться вопросом. Про ЕГЭ я пытаюсь, что... Да, 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 вот один балл, один балл это ничто вот в этой системе, или нет? Да, мне кажется, что ЕГЭ это всего 100 баллов, поэтому, наверное, один это не очень. Это не очень много, но просто сама, в общем-то, что такое Ассоциация физического баскетбола? Это лига, которая была создана года 4 назад по инициативе, ну, в том числе, с подачи Прохорова и при участии министра юстиции нынешнего Коновалова, который возглавляет эту ассоциацию. И это достаточно большая, то есть это очень массовое соревнование, действительно, там они по 9 федеральным округам проводят соревнования, там везде финалы. То есть там больше сотни команд мужских, порядка 90 команд женских студенческих играют. Играют, правда, в плохеньких залах, на невысоком уровне, там нельзя играть профессионально спортсменам. В общем, это, ну, длинная такая история, просто я с ними много работал, поэтому я бы о них мог рассказывать и рассказывать. Можно, кстати, посмотреть, что из себя это примерно представляет. У нас есть кадры с матча звезд, там каждый год они обязательно проводят матч звезды для студентов, и обязательно этот матч сопровождается еще и матчем таких бывших студентов, как они это называют, VIP игроков. Там играют достаточно видные политики и ветераны спорта. Вот в этом матче, в котором мы смотрим, участвовал, например, Скотти Пеппин, вот он сейчас спиной, да, по 33-м номеру. В этой же игре выступал Михаил Прохоров. Так, в общем-то, да, слишком мне пошел много рассказывать о баскетболе. История, в общем-то, заключается идеей Прохорова в том, чтобы создать систему большую, которая будет подпитывать российский профессиональный спорт. Сейчас этой системы нет. Вот у нас то, что осталось от Советского Союза, не в состоянии питать профессиональный спорт. Мы это, в общем-то, по результатам последних лет можем понять. Прохоров пытается взять за основу именно американскую систему студенческого спорта, где есть колоссальная, колоссальная система NCAA, которая не только питает и профессиональный спорт, и, в принципе, здоровую нацию, но еще и является, в большинстве видов спортов, в частности, в баскетболе, очень успешным коммерческим предприятием. То есть, говорить о том, что АСБ там дойдет когда-то до NCAA, это очень серьезное преувеличение. И сейчас это совершенно небо и земля. Но вот еще один шаг в этом смысле сделан. То, что есть взаимодействие двух министерств. Нет, получается, что Коновалов, Министерство юстиции взаимодействует с Министерством образования. Нет, вот эта ассоциация по взаимодействию договорилась о чем-то с Министерством образования. Это такой хороший еще один небольшой шажок, который они делали в своей вершине. Ну, тут дополнительный балл, это, наверное, фигура речи просто. Имеется в виду, что талантливые спортсмены должны иметь возможность... Ну, даже если это и не фигура речи, вот самый молодой сотрудник нашего телеканала, выпускающий редактор Петро Зайон подсказал сейчас то, что... То, что ЕГЭ может быть 36 баллов. И если это 36, а не 100, то один балл, в общем, это уже... Уже 100 баллов. Это уже очень даже может быть... Честно говоря, фигура речи, потому что, например, что такое драфт АСБ, я тоже не очень себе представляю, честно говоря. Это что-то новое, что, видимо, пройдет с нового сезона. Так что, ну, это, по крайней мере, действительно это движение.